Доброе утро, уважаемые трейдеры! Бодрость, дух, настроение, потому что психологический настрой, безусловно, очень важен для таких трейдерских, полноценных торговых будней. В целом, прошлая неделя стала для нас довольно неплохой, если бы у нас еще и британская валюта не продемонстрировала ту нисходящую динамику к закрытию недели, то можно сказать, что вообще ситуация была бы идеальной, потому что мы действительно стали ближе к нашим долгосрочным ценовым ориентирам на рынке Форекс, на рынке, собственно, производных финансовых инструментов. Я сегодня отдельно поговорю про американские облигации, десятилеткие трейджерис, которые, на мой взгляд, будут оставаться основным локомотивом сейчас для движения доллара. И, в частности, сейчас, если оценивать то, что мы видим по котировкам пары доллар-японская иена, они уже совсем рядышком с планкой 108 иен против американцев. И рост доллара, он, безусловно, базируется на соответствующей поддержке, которая колоссальна. Доллар опирается на рост долгового рынка. Я снова делаю акцент на то, что 3% по десятилеткам – это психологический рубеж, преодолев который, я думаю, что для всего рынка начнется новая эра. И будем надеяться, что эта эра начнется для доллара, потому что, также общаясь и обсуждая то, что происходит на рынке производных активов со своими коллегами, многие делают ставку на то, что у американца в прямом смысле появятся крылья. И оценивая перспективы доллар-японская иена, мы лишь как раньше можем смело ставить на то, что опара постепенно будет смещаться в район 110. Хорошо то, что сейчас геополитическая напряженность явно пошла на спад, хорошо то, что мы прервали вот эту нездоровую тенденцию, когда пятница под закрытием буквально пугало, стращало рынки каким-то обострившимся геополитическим фоном, как и, собственно, 2 недели назад, получается уже 3 недели назад, 2 недели назад, ветра одули со стороны штатов и решение трапа. Ну, прошлая пятница прошла довольно спокойно, поэтому сегодня у нас такое же спокойное, логичное открытие торгов. Мы сейчас не закладываемся ни под какие геополитические угрозы. Штаты не стали проявлять активность в плане расширения списка товаров в отношении Китая. Это настраивает нас на то, что переговоры будут продолжены в конструктивном русле, и, соответственно, вообще эту тему нам в ближайшее время удастся подзамять вместе с всеми спекулянтами, которые понимают, что если штаты выкинут снова какой-то на рынок негатив, мы снова будем работать с трендами, которые останутся предполагать спрос на защитные активы. Но сейчас, друзья, это не так. Мы спокойно отыгрываем рост доллара, мы делаем ставку на слабость рисковых инструментов и работаем, в принципе, с реальным экономическим сектором без каких-либо геополитических угроз. Нефтянка на текущий момент, 73.32, можем констатировать то, что многолетние максимумы держатся. Я хочу предложить сделку, которую буду, собственно, еще сопровождать актуальными уровнями в рапках предстоящей недели. Сделка по продаже с психологического рубежа на 74 доллара за бар. Это повыше текущих значений, но я думаю, что если на каком-то спекулятивном, опять же, моменте, трейдеры сейчас предпочтут продолжить развитие восходящего района и движения, где-то стопор должен сработать, и без соответствующей новостной поддержки, которой на текущий момент для котировок нефти нету, могут последовать уже и обратные движения, то есть полноценный разворот. Давайте вспомним, друзья, что же, собственно, подогревало интерес к нефти на прошлой неделе. Ну, опустим геополитику, коснемся сразу статистики по запасам. Я думаю, что нет смысла даже сейчас повторять, какие цифры в итоге мы увидели. Ну, у трейдеров появилась возможность поспекулировать на оснижение запасов, которое подтверждает повышенный спрос на умственном рынке. И еще, вы помните, трейдеры с Большого Кота стали отыгрывать прогнозы, и, собственно, от ОПЕК, точнее, даже это не прогнозы, это планы озвученные, то, что они планируют выйти на более высокие цены. И здесь нужно сразу выделить Саудовскую Аравию, которая по всем известным причинам сейчас будет делать все, что от нее зависит, и не только, чтобы котировки оказались выше, потому что Саудовская Аравия готовится, собственно, к IPO Сауди Аравии. Собственно, в конце прошлой недели у нас разыгрался очередной спектакль с участием США в отношении рынка нефти, когда Трамп обвинил, собственно, страны ОПЕК в манипулировании ценами. Но я думаю, что эта позиция Трампа была озвучена только с одной лишь целью, чтобы передать пас представителям ОПЕК для того, чтобы они снова объяснили рынку, каких целей они придерживаются, придерживаются к чему они стремятся и что будут делать дальше. Потому что, ну, не было другого предлога, чтобы вновь отличились представители ОПЕК и Саудовской Аравии. И вот после комментариев Трампа мы услышали официальные, собственно, комментарии, заявления о том, что страны ОПЕК в прошлом месяце соответствовали взятым на себя обязательствам по снижению объема добычи больше, чем на 100%. Процент выполнения, по сути, пакта составил 150%. И то, что страны будут действовать дальше с высокой степенью ответственности в рамках этой сделки, то есть пока что не планируют выходить из ПАК-а, ну, расторгать срочно эту сделку. Я бы с такими выводами пока, друзья, советовал не торопиться. Мы, безусловно, будем следить за тем, что происходит по объемам добычи, но что-то подсказывает мне, что с учетом таких цен и с учетом активности американских производителей кто-то из представителей ОПЕК явно даст слабину. И первая трещина, она может, скажем, быть подхвачена и другими площадками и перерасти в самый настоящий разрыв, который, в конце концов, выиск ведет на нет действия вот этого энергетического факта. Я жду, что, собственно, страны выскажутся против этой сделки, потому что, на мой взгляд, сейчас куда более очевидны потери доли рынка ближневосточных стран из-за активности тех стран, которые не участвуют в сделке. И здесь, конечно же, первая позиция принадлежит штатам. Если снова посмотреть на актуальные цифры, объемы добычи, я напоминаю, что на прошлой неделе фактически перепись исторического максимума в штатах 10,6 миллиона по производству и пятничный отчет Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов. У нас прирост на 5 единиц с 815 до 820. Ждем отчеты, собственно, в эту среду, ждем, как себя будет проявлять доллар, потому что, напоминаю, рост курса доллара – это еще один фактор давления на котировки нефти. Ждем, что в игру подключатся также технари, которые оценивают и общее состояние перекупленности рынка. Ждем более логичную позицию трейдеров, которые должны признать, что на одних лишь ожиданиях дольше расти уже невозможно, потому что цены, без того, кажется, уже давно перешли к какой-то рубеж адекватности и тот уровень, который можно было бы оправдать нормальным фундаментом. Нефть сейчас похожа на самый настоящий пузырь, потому что те, кто действительно следит за системными моментами ценообразования этого актива, точно знают и приведут вам дюжину аргументов, которые указывали бы на то, что на текущие моменты Brandt и WTI должны котироваться и стоить гораздо меньше, чем сейчас. В общем, следим за поведением доллара, ждем статистику, ждем, что в Штатах в очередной раз будет обновлен максимум по добыче, ждем, что геополитический фон не ухудшится и, соответственно, не спровоцирует развитие дальнейшего ралли, поскольку не будет вот этого топлива в виде геополитических рисков на Ближнем Востоке и в связи с этим настраиваемся на то, что коррекция пойдет, друзья. И я отметил уже потенциальную сделку селлимит 74 доллара за баррель, то есть с этого уровня будем метить на, конечно же, значение пониже. Но это для тех, кто еще не проявил активность, те, кто уже торгует. Я думаю, что и без моих комментариев так крайне заинтересован в том, чтобы нефтянка сейчас снизилась. 61.24 – это курс на текущий момент рубля. Я не думаю, что сегодня, когда стартуют торги на российской бирже, что-то существенно изменится, потому что в целом и пятница довольно вялая оказалась для нефтянки. Да, мы сейчас держимся на многолетних максимумах, но эти уровни соответствуют текущему курсу рубля. Поэтому в рамках сегодняшней торговой сессии на какой-то всплеск волатильности рассчитывать не приходится. Но нам, в принципе, может быть, он не так уж и нужен. Мы ждем последовательного постепенного ослабления курса рубля против доллара и против евро. И для нас более-менее справедливое значение ориентировать 64-65. Доллар японской и иеной, друзья, как я уже отметил, у нас было довольно много факторов, благодаря которым мы сделали ставку на рост американца. Сделали ее уже очень давно. Мы смогли оттолкнуться от минимумов, которые лежали ниже отметки 105. Тогда, да, у нас был форс-мажор в виде геополитической напряженности. Долго мы не могли погасить негатив, связанный с противостоянием. Мы постоянными словесами и перепалками между США и Северной Кореей. После этого, знаете, что трейдеры стали отыгрывать геополитические риски и вот эти, скажем, акценты на возможность развязывания полноценной торговой войны. И я хочу отметить то, что сейчас, пожалуй, у нас первое начало недели за довольно длительный период времени, когда мы можем говорить обо всех этих событиях, подчеркивая, скажем, внимание к ним фактами, которые уже устарели. И ничего нового нету. И хорошо, потому что нету причин сейчас ставить на рост японской валюты. Есть только одна причина, благодаря которой можно покупать доллар. И подтверждается то, что сейчас позитивный фон, ну, как нельзя лучше складывается для американской экономики, прежде всего для доллара. Это лакмусовая бумага в виде доходности трежерис, которая сейчас находится на отметке 2,97%. Знаковым событием будет для рынка преодоление уровня 3%. Я говорил, что это случится, допускал даже, что произойдет это практически так же рано, как сейчас, потому что еще не завершилось даже первое полугодие 2018 года, и мы уже находимся у такого означения. Преодоление этого уровня, я отметил уже в начале брифинга, позволит нам еще больше, скажем, подкрепить собственную уверенность и убеждение в том, что пара доллар-японская и иена продолжит карабкаться как минимум к отметке 110. Друзья, сохраняйте длинную позицию, она принесет вам еще больше прибыль и больше доход. Из локальных таких катализаторов для доллара можно отметить несколько выступлений представителей американского регулятора, хотя с позиции ФРС уже все понятно. Единственное, что более-менее интересно в этом ключе, это то, что говорит Джером Пау. Но на этой неделе у нас не будет возможности послушать председателя американского регулятора. Но статистика будет и довольно серьезная, правда, подождать ее придется. Только в пятницу у нас ожидают данные по экономическому росту и индексу расходов на личное потребление. То есть индекс расходов на личное потребление по влажности можно поставить в одну плоскость со счетом по инфляции и в одну плоскость, опять же, с комментариями председателя ФРС Джерома Пау. По прогнозам данные вряд ли ручируют, и я уверен, что мы не увидим плохие цифры, потому что индекс расходов на личное потребление как раз опирается на показатели доходов домохозяйства. И напоминаю, что Non-Farm Perils, пусть это и было уже, скажем, событие двухнедельной давности, но тот отчет, который мы проанализировали в копии с количеством новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, это рост заработных плат, изначально позволило нам говорить о том, что потребители будут оказывать солидную поддержку для экономики и, безусловно, будут стимулировать и розницу, розничные продажи, развитие промышленного сектора, сектора услуг, и в конце концов создадут опору, на котором будет основываться позиция ФРС о том, что ставки нужно повышать. И в этом пока нету никакого отклонения, друзья, мы идем по траектории более высоких процентных ставок, мы не сомневаемся на том, что американский регулятор будет и дальше повышать ставки. Единственное сомнение, это сколько раз, но сейчас, может быть, это не так уж и важно, потому что самая главная траектория жесткости политики, она соблюдается. Нету причин сейчас ставить на японскую валюту, не будем их искать, просто двигаемся вместе с локальным трендом, который, я думаю, может перерасти в настоящее, полноценное, долгосрочное, многомесячное ралли. И хорошие точки входа, они еще не пройдены для этой валютной пары. Я думаю, что можно и покупать также в случае отката, например, через опушку BIM с отметки 107.40. Это тоже будет практически беспроигрышный трейд, потому что мы с вами все-таки готовимся к забегу на длительную дистанцию. Фонд против американца. Здесь небольшое разочарование, потому что британец снова улетел к отметке 1.40, хотя мы планировали увидеть его уже в районе 1.44. И все к этому располагало. Мы анализировали с вами данные, статистику готовились. Мы продолжаем делать заседание у Банка Англии, опираемся на комментарии представителей, собственно, британского регулятора. Почему все-таки фонд просел? Слабость, она была еще начата в качестве проявлено трейдерами. Было еще в четверг, вы помните. Я на брифинге в пятницу делал акцент на то, что на рынке появилась новость, скажем, под эгидой молния, потому что эта новость касалась снова переговорческого процесса по Брэйзиту. И возникли определенные трудности, в частности, если отвергли план Тереза Мэй о гарантии с Ирландией. Подробности, к сожалению, я пока так и не нашел. Но переговоры продолжаются. Друзья, этот негатив уже дисконтирован в отстоимости британца. Ждем все-таки, как и раньше, что эти переговоры вновь уйдут на конструктивное русло. И какой-то общий знаменатель будет достигнут. Да и сам факт того, что Европейский Союз нашел общий язык с Англией, был доказан еще двухлетним переходным правительством для Англии, которые согласовали до конца 2020 года. Это хорошее начало, друзья. Только даже на основании этого мы можем с вами поддерживать себя, как покупателя британца, фактом прогрессирующих переговоров. Вот если еще и Банк Англии на СМА не расчарует и поднимет процентную ставку, тогда фунт-доллар действительно станет самой, может быть, крутой инвестиционной идеей в рамках этого года, потому что на факте повышения ставки и возможных спекуляциях того, что британский регулятор будет также привержен политике нормализации денежно-кредитного курса, как и ФРС, его будет достаточно, чтобы пара фунт-доллар и закрепилась выше 1,45, и, собственно, смещалась в район 1,5. Это цели, которые также были обозначены многими инвестиционными банками. Я периодически делаю на них акценты, также подкрепляю позицию. Ну, она, в принципе, полностью совпадает с нашей. Почему же все-таки помимо политики трейдеры решили активно продавать фунт еще и в пятницу? Ну, кто-то считает то, что на настроение повлияли комментарии председателя Банка Англии Карни, который лишь опозначил, что на рынке сейчас есть риски неопределенности, которые могут повлиять на решения Банка Англии. И мы знаем, что это за риски, мы говорим о них практически каждый день, но вы обратили внимание, наверное, что я начал этот брифинг с того, что отметил, что эти риски не такие уж актуальны сейчас. То есть, если геополитический фон не будет ухудшаться, эскалироваться, мы и вовсе про него, скажем, позабудем через пару недель. И на основании этого я считаю, что на внешнюю угрозу мы сейчас ссылаться не будем. Ну да, как риск они есть, но сейчас пока что лучше следить за статистикой и все-таки ждать майское заседание, которое уже совсем скоро. Фактически эта неделя завершается месяц, и останется две недели, и будем следить за Банком Англии и тем, что потенциальную ставку поднимут. Поэтому для тех, кто не покупал британца против доллара, считайте, что рынок вам подаил такую возможность, откатился к мощной поддержке 1,40, и этот уровень может стать крайне привлекательным для того, чтобы занять долгосрочную длинную позицию. Для более идеальной точки входа можно даже подождать потенциально еще большее снижение и разместить автошку по лимит на отметке 1,3970. По новостному фону буду, соответственно, держать вас в курсе. Евро против доллара снижается. Как следствие, это реакция на рост доллара. Мы с вами ни грамм не сомневались, что европейская валюта развернется, европейская валюта будет смещаться постепенно к поддержке 1,20. И нашли их кучу доводов и аргументов для того, чтобы продавать евро, начиная от мягкой экономической политики, которая таковая и останется в рамках ИЦБ, и заканчивая плохими отчетами, которые действительно уже вошли в какую-то фазу тенденции. То есть это не разовые плохие статдамы, это то, что заставляют уже тех, кто следит за будущим Европейского Союза, переживать, а не начала ли европейская экономика буксовать. И вот хочу привести вам довод Бундесбанка, который переоценили перспективы экономического роста и отметили, что данные будут действительно не такими хорошими, как прогнозировалось ранее. И Бундесбанк не рассчитывал, что вот этот негатив будет проявлен в такие короткие сроки, в том, что сейчас происходит в плане активов, в плане состояния промышленного сектора и сферы услуг. Кстати, сегодня у нас целый блок статистики по активности в сфере услуг производственного сектора евро-зоны Германии. Я думаю, что можно охватить цело все эти предстоящие отчеты негативным прогнозом. Мы думаем, что сегодня цифры эти подтвердятся. Поэтому у нас приседание промышленного сектора, сфера услуг. У нас, вы помните, последний отчет бизнеса с оптимизмом от ЗИУ, тоже оптимизм явно был подорван. Мы объясняли это высоким курсом евро, потому что предприниматели, бизнес страдает от реальной потери конкурентоспособности, ну или как минимум снижения, что выражается в более низких показателях экспорта и снижения профицита торгового баланса. Ну и плюс ко всему, друзья, я уже отметил, что европейская валюта, безусловно, не может не реагировать на доллар, поскольку у нас есть такой мощный разгоняющий фактор, как доходность и трежерис, посмотрите на контраст бумаг облигаций тех же самых немецких и облигаций США. Этот спред продолжает увеличиваться, делая американские бумаги более и более привлекательным активом для инвестирования, что приводит к еще большему потенциальному росту доллара и, соответственно, слабости евро. Я считаю то, что до конца первого полухода остается еще совсем чуть-чуть. Реально мы приблизимся к отметке 1.20, поэтому сделки по продаже, они сохраняют свои актуальности. Доллар-канадец, безусловно, это еще один дуэт активов, который сейчас дает нам очень хороший профит и доход. Доллар-канадец продолжает устанавливаться, и здесь рост базируется не только на укреплении американцев, но еще и на новостном фоне канадского происхождения, начиная от решения Банка Канады по процентной ставке, риторики руководства Банка Англии, которое снова вернуло на рынок трейдерам и инвесторам необходимость обсуждения проблем, с которыми сталкивается канадская экономика. И, собственно, сам Стивен Поуз, который возглавляет Банк Канады, отметил, что на текущий момент экономика далека еще от максимальных показателей использования производственных мощностей, то, что темпы экономического роста разочаровывают, и нет пока оснований из-за активности потребителей говорить о том, что какие-то серьезные изменения в хорошем плане, позитивные сдвиги, должны вот случиться в ближайшие месяцы. Именно поэтому Банк Канады не стал повышать процентную ставку. И вот этот комментарий, то, что темпы роста ставок будут зависеть от экономических данных, заставили нас фактически с еще большим акцентом и внимательностью отнестись к той статистике, которая вышла в пятницу по Канаде. Это данные по инфляции, и здесь даже наши с вами медвежьи прогнозы, которые были негативными с самого начала, их удалось превзойти реальную цифру, потому что спад был зафиксирован и в месячном показателе, и в годовом, да и базовая инфляция тоже просела. Это еще важнее, с 1,5 до 1,4%. Соответственно, слабая инфляция еще один, друзья, мощнейший аргумент в пользу того, что Банк Англии, точнее Банк Канады, ставки повышать не будет. Поэтому у нас доллар-канадец, как была валютная пара, которую мы рассматривали с точки зрения длинных позиций, мы сохраняем, собственно, такой настрой, мы сохраняем сделку-покупку, длинную позицию, и ждем, что пара USDCAD с текущих котировок, которые уже держатся в непосредственной близости к отметке 1,28, закрепится выше оки 1,30. То есть это долгосрочная цель, это 1,35. И я хочу отметить, вы представляете, каким подспорьем для нас торгует эволюционная пара, и станет еще и потенциальное снижение цен на нефть. Я думаю, что USDCAD покажет бычью динамику, которая по диапазону кода может превысить 200-300 пунктов за очень короткий промежуток времени. То есть допускаю, что мы приблизимся к планке 1,30 уже до конца этой недели и будем претендовать на более высокие значения позже. Рекомендую сделку по лимиту 1,2660. С этого уровня для тех, кто еще не в длинных позициях, можно оказаться в единственном верном, на мой взгляд, сейчас направлении, торгуя канадцем против доллара. Собственно, по основным активам без изменений, австралиец, новозеландец у нас в коротких позициях. Австралиец, кстати, неплохо просел. Но австралийская валюта, даже несмотря на текущие котировки ниже 0,77, еще даже не приблизилась к нашей ближайшей цели, это 0,75, но неуклонно движется туда. По мере роста доллара, в чем я не сомневаюсь, давление на австралийца будет усиливаться. Плюс ко всему у нас завтра еще и данные по инфляции. Я уверен, что очередное снижение индекса потребительских цен позволит нам снова говорить о неизменной позиции Резервного банка Австралии по сохранению мягкой экономической политики. Поэтому завтра от отчета по инфляции, который это утренний релиз для азиатской сессии, точнее мы даже на брифинге его уже завтра с вами разберем. Но у нас уже будет повод говорить о потенциальной слабости австралийца на 50-60 пунктов. Именно такой диапазон входа показывает пара австралийца против доллара в момент выхода данных по инфляции. Ждем 0,75. До этого уровня остается 175 пунктов. Учитывая, как лихо снижалась пара в конце прошлой недели, это тоже ретир, к которому мы можем приблизиться уже к концу текущей недели. Друзья, на этом, собственно, все. Из-за важных событий сегодня, пожалуй, стоит обратить внимание только на активности в сфере услуг США в 16.45. Этот отчет будет опубликован. Тоже по прогнозам цифры вряд ли нас разочаруют. Доллару, в принципе, уже не нужна локальная статистическая поддержка. Доллар заряжен на рост из-за доходности трежерис. Поэтому я уверен в том, что на текущий момент без угрозы эскалации геополитической напряженности, вероятность, отчего сейчас крайне низко, ничто не сможет ставить все палки в колеса американцу. Поэтому доллар продолжит восстановление, в котором, собственно, участвуем мы. На этом, собственно, все, друзья. Большое спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии и, собственно, всей недели. Увидимся завтра в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.